Здравствуйте! Сегодня 8 мая 2020 год. Сегодня необычная дата. Мы стоим на пороге самого светлого, самого святого праздника Дня Победы. В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасная жизнь, как дорога она нам. И понимаем, что за все, что мы имеем, жизнь и праздник нашей жизни, мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. Сегодняшний урок математики посвящаем победе советского народа над фашистами. Те, кто сегодня помнит прошлое своей страны, достоин будущего. Тема нашего урока – Великая Отечественная война в цифрах и фактах. Мы попробуем с помощью цифр проследить за некоторыми событиями и фактами самой жестокой войны в истории человечества. Запишите в тетрадях число и тему урока. Давайте выполним устно. Замените полученные ответы буквами из таблицы ответов. Буквы запишите в тетради. У вас получится три слова. Первый столбик – это первое слово. Второй столбик – второй. Второе слово. И третий столбик – третье слово. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 4 часа утра. Без объявлений войны германские войска вероломно напали на нашу страну. Прервалась мирная жизнь людей. Давайте узнаем, сколько дней и ночей не смолкали бои на огромном фронте. Для этого нам поможет магический квадрат. Выберите из каждой строчки и из каждого столбца по одному числу. Найдите сумму выбранных чисел, и вы получите ответ на вопрос. Итак, Великая Отечественная война – это 4 года сражения. 1418 бессонных дней и ночей. А сколько это часов? Как найти? 1418 нужно умножить на 24 и получим 34 032 часа. Более 26 миллионов погибших. Это значит 22 человека на каждые 2 метра. Это значит 13 человек в каждую минуту. Следующие два уравнения. Решите их. И заполните пропуски в тексте. Остановите видео. Решите уравнение. Заполните пропуски. Итак, уже в первый день немецкая авиация разбомбила 66 аэродромов и уничтожила на земле и воздухе около 1200 советских самолетов. Давайте перелистаем некоторые страницы Великой Отечественной войны и вспомним Великие Сражения. В 1941 году город Ленинград был окружен и взят фашистами блокадное кольцо. Жители Ленинграда остались без продовольствия, электричества, не работал водопровод, не было отопления, холодную зиму 1942 года. Решите задачу. Сколько дней длилась блокада, если известно, что 100 дней город жил без воздушной тревоги, что составляет 1 девятую часть всего срока блокады. Я думаю, вы знаете, как решить. Чтобы найти часть от числа, нужно это число разделить на дробь. И получать 900 дней. Холод и голод. Блокадный хлеб Ленинграда и настоящим хлебом назвать было трудно. Уже в октябре 1941 года ячменная мука была полностью израсходована. И хлеб стали выпекать из такого состава. Сосчитайте, чему равна масса блокадного хлеба, состоящего из данного состава. Конечно же, хлеб был тяжелый, весом 1 кг. Восьмушка была дневной нормой хлеба для ленинградцев. Что значит восьмушка? Сколько это граммов? 1000 гг на 8 получаем 125 г. Следующая. Это битва за Москвой. Длилась около 7 месяцев. Решите задачу. Я пока прочитал из истории. В этой гигантской битве участвовало с обеих сторон более 3 миллионов человек. До 22 тысяч орудий и миномедов. Около 3 тысяч танков. Более 2 тысяч самолетов. Операцию по захвату столицы фашисты назвали Тайфен. Они мечтали о том, что незнавшие поражения германские войска, подобно урагану, ворвутся в Москву и снякут нашу родину. Но на защиту поднялся весь народ и выстрел. Во время боев под Москвой в городе прошел парад 7-го на Украине Красной площади. Решив эту задачу, вы узнали, сколько участвовало в параде танков и машин. Но этот парад был одновременно и проводом на крон. История войн не знала операции такого масштаба, как Сталинградская битва. 200 дней продолжалась эта битва. Перевес сил был на стороне противника. И все же германская армия под командованием генерала-придмаршала Паунинса была разгромлена, что потрясло германию. Сталинградская битва окончательно разрушила миг о непобедимости армии битвера. Выполните действия примера и вы узнаете величину главной высоты города. Главная высота России считается Мамаев курган. Во время Сталинградской битвы здесь проходили одни из самых ожесточенных боев. Сегодня на Мамаевом кургане возведен памятник ансамбль героям Сталинградской битвы. Центральная фигура композиции – скульптура «Родину-мать зовет». Входит число «Семи чудес России» и ее высота – 102 метра. Вспомним битву на Курской дуге. Она явилась решающей Великой Отечественной войне. Она продолжалась 50 дней и ночи. Немцы стянули в Курской дуге большие резервы – около миллиона солдат и множества техники. Эта битва была очень жестокая. Решите задачу. Следующая задачка. Под прокровкой советские войска потеряли 60% танков из 800, а немецкие – 75% из 400. Сколько танков потеряли советские войска и немецкие? Вспомнимаем. Чтобы найти процент от числа, нужно выразить его дроби и умножить на данное число. Пятая битва. Это битва за Кавказ. Она сорвала планы врага по уничтожению советских войск на Кавказе. Захват богатейших хлебных районов, страны и нефтяных источников и завершила разгром крупной группировки врага. Вам предлагается домашняя работа, практическая. В одном из треугольников на рисунке находится снайпер. Не меняя место и не задевая ни домов, ни деревьев, он уничтожил всех фашистов. Найдите этот треугольник. Эта практическая работа вам будет предложена в ордовском документе, поэтому можете либо в электронном виде с помощью вставки фигуры провести эти премии, либо распечатать и потом отсканированную работу отправить. В общем, выполните данные. Следующая, шестая битва, это битва за Дмитр. Она стала одной из основных операций второй половины Великой Отечественной войны. Она длилась с 26 августа по 23 декабря 1943 года, около 4 месяцев. Решите следующую задачу. Запишите ее, вы ее тоже дома решите. В ходе сражений немецкие армии понесли тяжелое поражение. Были захвачены плацдармы на Днепре. Рухнула последняя надежда гитлеровцев на срыв наступления советской армии. Эту задачу вы решите дома, она тоже будет у вас в ордовском документе. Но и заключительной масштабной операцией Великой Отечественной войны стала Берлинская операция. 2 мая Берлин капитулировал. 9 мая 1945 года Москва и все города, герои, салютовали победителями. В годы войны было полностью разрушено 1710 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревьев. Сожжено и разрушено 6 миллионов зданий. Остались без крованых головой почти 25 миллионов человек. Страна потеряла 30% национального богатства и 27 миллионов погибших. Вы представляете, что это такое? Если по каждому погибшего в стране объявить минуту молчания, то страна будет молчать. Сколько же лет это вам предстоит вычислить дома и записать. Следующий урок начнем с этого. Итак, запишите домашние задания. Поделитесь с родителями впечатлениями от полученных фактов и цифр на уроке. И расспросите о тех родственниках, кто в годы Великой Отечественной войны ушел на фронт. Выполните письми на задачи 8, 9, 10. По желанию ответьте на вопрос викторины, который тоже будет предложен в ордерском документе. Викторину можете выполнить с 8 мая по 15 мая. Это выполнивший викторину получит дополнительные оценки. Выполненные задания отправляйте на электронную почту учителя-предместника. Итак, подошел к концу наш урок, посвященный 75-летию Победы Великой Отечественной войны. Какие факты, события, цифры вы запомнили? Что можете сделать вы, чтобы такое никогда не повторилось? Подумайте над этими предложениями. Ну, а я на этом заканчиваю урок. Всего доброго. Еще раз поздравляю вас и ваших близких с праздником Победы. Желаю здоровья, успехов и мирного неба над головой. До свидания.